К враждующим против тех, которые привлекают к монашеской жизни. Три слова под этим общим заглавием, из которых второе имеет еще надпись, к неверующему отцу, то есть язычеству, а третье к верующему отцу, то есть христианскому, написаны Святым Яном Златоустом в 375 или 376 году, когда он сам жил между отшельниками и когда монашествующие подвергались жестокому преследованию, а доброжелатели их разным укоризмом при орианствующем императоре Валенте. Слово первое. Когда потомки евреев, возвратившись из долговременного плена, хотели восстановить Иерусалимский храм, многие годы лежавшие в развалинах, тогда некоторые грубые жестокие люди, не убоявшись и Бога, которому те восстанавливали храм, не тронувшись и бедствием этих людей, от которого они недавно и с трудом избавились, не устрашившись и определенного от Бога наказания решающимся на такие дела, сперва сами старались препятствовать им строить храм. Но так как ничего не достигли, то послав к царю своему письмо, в котором город тот Иерусалим называли мятежным, заводящим новшество и браннолюбивым, просили себе позволения остановить постройку. Получив от него это позволение и напав на иудеев, многочисленные конницы, они прервали на время дело, весьма гордились этой победой, о которой надлежало плакать, и думали, что злой умысел удался им. Но это было только предвестие и начало тех бедствий, которые имели тотчас же постигнуть их самих, потому что самое дело преуспевало и получило блистательный конец, а они и через них все узнали, что как тогда Митридат, так и всякий другой, кто бы не решился вести борьбу против людей, предпринимающих доброе дело, борется не против людей, но прежде их против самого Бога и мечтимого. А ведущему борьбу против Бога никогда невозможно кончить добром. Вначале он, может быть, и не потерпит за свою дерзость никакого зла, если только не потерпит, потому что Бог зовет его к покаянию и дает ему прийти в себя, как бы из некоего опьянения. Но если он будет упорствовать в своем безумии и сам нисколько не воспользуется таким снисхождением, то, по крайней мере, другим доставит величайшую пользу, вразумляя их постигшим его наказанием, никогда не вступать в борьбу с Богом, так как невозможно избежать его неодолимой руки. Так и этих людей тотчас постигли такие бедствия, которые великостью горя затмили все другие бедствия, потому что после бесчисленных убийств и избиений, совершенных над ними руками иудеев, которым они тогда препятствовали строить храм, от крови убитых земля промокла на значительную глубину и большая грязь, образовавшись от этой крови, а из конских и человеческих тел, перемешивавшихся вместе, и из их соприкасающихся ран родилось такое множество червей, что и земля закрыта была множеством трупов, и самые опять трупы множеством червей. Увидев это поле, всякий сказал бы, что внизу не трупы лежат, но течет много источников со многих сторон приносящих этого рода животных. Так от этой гнили сильнее всякого наводнения разливался поток червей. И это продолжалось не 10 и не 20 дней, но много времени. Таковы здешние бедствия. А те, которые постигнут их там, еще много тяжелее этих. Тогда вновь ожившие тела их будут терпеть невыноразимые муки и страдания не тысячу и не десять тысяч лет, даже и не вдвое, и не втрое против этого. Но в бесконечные веки. О тех и других наказаниях знает блаженный Исаия, знает и созерцатель дивных видений из Ихииль, которые раздели между собою, описали наказание таких людей. Один здешние, а другой тамошние. 45. Об этом вспомнил я теперь не без причины, а потому что некто, пришедший к нам, сообщил весть горькую и тягостную, и даже весьма оскорбительную для Бога. Есть, сказал он, и теперь люди, осмеливающиеся делать то же, что и те варвары, или даже еще более беззаконное, потому что изгоняет отовсюду притекающих к нашему любомудрию и с великими угрозами запрещает и говорить что-либо о нем и учить ему, кого бы то ни было из людей. Услышав это, я тотчас крикнул и многократно спрашивал рассказывавшего, не в шутку ли он говорил это. А он сказал, нет, я никогда не стал бы так шутить. Не только не сказал бы и не выдумал этого, а напротив, много бы дал и часто молил бы, чтобы мне даже не слышать об этом деле, и теперь, когда оно совершилось. Тогда, еще горьше заплакав, я сказал точно, это дело настолько нечестивее дерзости Митридата и всех тех иноплеменников, насколько этот храм духовный много досточтимее святей того иерусалимского. Но кто, скажи мне, откуда те, которые отважились на такие дела? Для чего, по какой причине и с какой целью они бросают камни вверх, мечут стрелы на небо и ведут войну с Богом мира? Самые и фарафеи, самей и фарафеи, ассирийские князья и все прочие, 1 Езер 4.9, были варвары, как это можно видеть и из самих имен их, по образу жизни далеко были от иудеев и не хотели видеть сопредельные им народы, усиливающимися, полагая, что могущество этих народов затмит, наконец, их собственную силу. А эти из-за чего отважились на такое дело? Свобода ли их стесняется? Безопасность ли их нарушается? Содействует ли им кто из властителей? Кем соизволяли в их предприятии персистки цари? Но наши цари, я уверен, желают и требуют противного тому. Поэтому я и весьма изумляюсь, что при благочестивых царях среди городов, как ты говоришь, отваживаются на такое дело. А что, сказал он, если ты узнаешь большую еще странность, что делающие это представляются благочестивыми и называют себя христианами, а многие из них уже и в числе посвященных в таинство. Даже кто-то из них по сильному внушению дьявола осмелился нечистым языком своим сказать, что он готов отступить и от веры и превратить жертву демонам, потому что душит его негодование при виде того, что люди свободные, благородные и могуще жить в удовольствиях, привлекаются к такой суровой жизни. Услышав это, я был еще сильнее поражен и, соображаясь, сколько зла произойдет отсюда, оплакивал всю вселенную и взывал к Богу. «Возьми от меня душу мою и от нужд моих изведи меня!» 3-я царь, 19-й, 4. «Освободи от этой привременной жизни и пересели в ту страну, где ничего такого и другой не скажет мне, и я не услышу. Знаю, что подшествие отсюда обымет меня кромешная тьма, где сильный плачет скрежет зубов, но мне приятнее слушать скрежет зубов, чем произносящих такие речи. Увидев, что я так сильно печалюсь, он сказал, «Теперь не время этому, этими словами ты никогда не сможешь обратить погибших и погибающих. И зло, думаю, не остановится, а надо позаботиться о том, как бы нам погасить этот костер и остановить заразу. Это вот наша обязанность. Если ты хочешь послушаться меня, то прекратив плач, составь увещательное слово к этим недужным и беспокойным во спасение как им, так и всем вообще людям. А я, взяв эту книжку, положу ее вместо всякого лекарства в руки больных. Так как между этими больными есть много друзей моих, то они позволят мне прийти к ним и раз, и два, и многократно, и я уверен, скоро освободятся от заразы. Ты, сказал я, меруя своей любви измеряешь и нашу силу. Но у меня нет силы слова. Если же и кажется, что есть, то употребить ее на такой предмет я стыжусь никого-либо другого, но всех язычников, как настоящих, так и последующих. Их всегда я осуждал сколько за учение, столько же и за беспечную жизнь. А теперь вынуждаюсь ознакомить с нашими пороками. Если некоторые из них узнают, что среди христиан есть люди, столь враждебные добродетели и любомудри, что не только сами уклоняются от таких подвигов, но не выносят и речей в защиту их, даже и на этом не останавливаются в своем безумии. Но если и другой, кто станет советовать и говорить об этом, то и его отовсюду изгоняют. Если услышат это язычники, то боюсь, что они признают нас не людьми, но зверями, чудовищами, человекообразными, и какими-то демонами, губителями и врагами всей природы. И такое суждение произнесут не только о виновных, но и обо всем нашем народе. На это он, рассмеявшись, сказал, «Ты шутишь, говоря так, а я скажу тебе еще пример, если ты боишься, чтобы из твоих слов не узнали того, что все давно знают из дел. Теперь как будто бы злой какой дух вселился в души всех, только и речей у всех на языке, что об этом. Войдешь ли на площадь, или в лечебнице, или в какую-нибудь это ни была часть города, где обыкновенно собираются люди? Ничего не хотящие делать, и везде увидишь, какой смех все поднимают. А предметом этого смеха и забавы служат рассказы о том, что сделано со святыми мужами. Как иные воины, побывав во многих сражениях и одержав победы, весело рассказывают о своих подвигах, так и эти люди хвастаются своими буйствами. Ты услышишь, как один говорит, я первый наложил руки на такого-то монаха и нанес ему удары. Другой, я сам прежде других отыскал его келью, а я, говорит иной, сильнее других раздражил против него судью. Иной хвастает темницей и ужасами темницы, и тем, что он глотил тех святых по площади, иной другим чем-либо. Потом все начинают смеяться над этим. И это делается в собраниях христиан. А язычники смеются и над ними, и над теми, над кем они издеваются. Над первыми за их дела, а над последними за их страдания. И везде какая-то междоусобная война, а вернее, нечто гораздо худшее этой войны. Ведший такую войну, когда после вспомнят о ней, то проклинают всяческих зачинщиков ее. И все, что случилось на ней, приписывают злому демону. И те из них, которые больше других сделали на той войне, больше других и стыдятся. Напротив, эти люди еще хвалятся своими буйствами. И не только потому, что война нечестивей той, междоусобной, что ведется против святых и ни в чем невинных людей, но и потому, что ведется против таких людей, которые даже не умеют никому делать зла, а готовы только терпеть. 48. Остановись, сказал я, остановись. Довольте для нас и этих рассказов, чтобы мне не совсем лишиться дыхания. Дай мне уйти, хотя с небольшой силой. Приказание твое непременно будет исполнено. Только не прибавляй нам никакого другого рассказа, но уйди и молись, чтобы рассеялось облако моего уныния, и получил я от Бога, против которого ведется эта война, некоторую помощь, ко врачеванию восстающих на него. А он, конечно, подаст, как человеколюбивый и не хотящий смерти грешника, но чтобы обратились и живы были. Таким образом, отослав его, я приступил к этому слову. Конечно, если бы зло состояло только в том, что святые, божьи, зимные мужи бывают схватываемы и терзаемы, влеком из судилища и подвергаемы побоям и другим страданиям, о которых я сейчас рассказывал, а на главу виновников такого бойства не обращалось никакого вреда, то я не только не стал бы скорбеть о случившемся, но еще весьма много и с удовольствием посмеялся бы этому. Так малые дети, когда безвредно бьют матерей, возбуждает большой смех всех, кого они бьют, и чем с большей раздражительницей делает это, тем более доставляет матерям удовольствие. Так что они заливаются и надрываются от смеха. Когда же дитя делая это часто и порывисто поранит себя или булавкой воткнутой в матерней одежде около пояса, или иголкой на груди матери, задевшую за руку дитяти, когда уже мать, перестав смеяться, придается скорби больше самого пораненного и то лечит рану, то сильной угрозой запрещает ему делать это впредь, чтобы опять не потерпеть того же самого. Так же и мы поступили бы, если бы видели в том деле детскую раздражительность и удар младенческий, не причиняющий им большого вреда. Но так как эти люди, хотя теперь в пылу гнева, не предчувствуют, не спустя немного будут плакать, не спустя немного стонать и рыдать не таким рыданием, как малые дети, но тем, что во тьме кромешной, что в огне неугасимым, то и мы со своей стороны сделаем то же, что матери, с тем только различием от них, что не с угрозой и бранью, как они, но с ласковостью и полной кротостью скажем этим детям. От этого святым мужам нет никакого вреда, напротив, еще высшая награда и большее дерзновение, если мы станем говорить о будущих благах. Вы, может быть, еще будете много смеяться, так как привыкли всегда над этим смеяться. А настоящему, хотя бы в тысячу раз более любили смеяться, вы непременно поверите, потому что не можете не верить, если бы и хотели, когда самые дела говорят против вас. Вы, конечно, слыхали о Нероне. Этот человек был знаменит развратом. Он первый и один при такой своей власти изобрел какие-то новые виды бесшинства и распутства. Этот Нерон обвиняя блаженного Павла, который был ему современником, за то же самое, за что и вы, этих святых мужей. Павел, убедив самую любимую наложницу его принять учение веры, вместе с тем убедил ее прервать и нечистую с ним связь, обвиняя его за это и называя и губителем, и обманщиком, и другими такими же именами, какие вы даете отшельникам. Сперва заключил его вузы, а как не мог заставить его, чтобы он перестал давать советы девице, тот предал наконец смерти. Какой же отсюда произошел вред страдальцу, и какая польза злодею? Напротив, какой не было пользы умершленному тогда Павлу, и какого не было вреда убийце Нерону? Первый, не воспевается ли во всей вселенной как ангел, говорю пока о настоящем, а последний, не проклят ли всеми как губитель и свирепый демон? 49. А о том, что там, если вы не поверите, необходимо сказать для верующих, хотя и вам надлежало бы на основании здешнего верить и тамошнему. Впрочем, как бы вы не отнеслись к этому, мы скажем и не скроем. Каково же будет тамошнее? Тот несчастный и жалкий Нерон, объятый горестью и скорбью, покрытый стыдом и мраком, с поникшим взором, отведен будет туда, где червь неумирающий и огонь неугасающий. А блаженный Павел с великим дерзновением станет перед самым престолом царя, светло блистая и облегшись такой славой, что ни в чем не уступит ангелам и архангелам, и получит такую награду, какая следует человеку, предавшему тело и душу свое за веление Божие. Так, великое воздаяние уготовано делающим добро, но оно бывает больше и обильнее, когда делающий это добро подвергается еще опасностям и великому бесчестию. Пусть доброе дело будет одинаково, как у того, кто сделал его без труда, так и у того, кто совершил его с трудами. Но почесть и венцы будут не одинаковы. Так и на войне всякие одержавшие победу, конечно, награждается но много более тот, кто может еще показать у себя и раны, которые он приобрел, которыми победу. Но что говорю я о живых, когда даже те, которые только тем и заявили себя, что храбро умерли на войне, а ничего более не сделали полезного соотечественникам, прославляются во всей Греции как спасители и защитники. Не жили вы и этого не знаете, предаваясь постоянно смеху и забаве. Если же люди языческие и не имеющие ни о чем совершенно здравых понятий смогли понять это и великой честью почтили тех, которые только умерли за них, а больше не сделали ничего, то не гораздо ли более сделает это Христос, который страждущим за Него всегда дарует воздаяние с великим преизбытком. Подлинно великую награду он назначил за перенесение не только гонений, ран, уз, убийства и смерти, но и одного лишь оскорбления и поносительных слов. Блаженный, говорит он, будете, когда возненавидят вас человеки и когда разлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше, как неугодное сыну человеческому, возрадуйтесь тот день и возвеселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Итак, если перенесение страданий и злословий доставляет награду страждущим и злословимым, то препятствующим страдать и слушать злословие доставляет пользу не им, а тем, которые говорят и делают зло. Им, напротив, причиняет он вред, лишая их высшей награды и отнимая у них основания большей радости и ликования, так что для них надлежало бы нам молчать и дать совершиться тому, что приготовляет им великое обилие благ и наибольшее дерзновение. Но так как мы члены друг друга, то хотя бы сами не отвергали дар, нам при таком взаимном отношении не должно, заботясь об одной части, оставлять без внимания другую. У тех отшельников, если они теперь и не пострадают, будет иной случай заслужить добрую славу, а эти, если не прекратят вражды против них, не смогут уже спастись. Посему оставив тех, останавливаясь на вас, и прошу и умоляю последовать нашим увещаниям, не направлять более митя на самих себя, не идти против вражна, и не огорчать, думая оскорблять людей, святого Духа Божия. Я знаю и уверен, что вы, если не теперь, то впоследствии одобрите этот наш совет. Но желаю, чтобы вы сделали это теперь же, дабы после не делать этого напрасно. Так и тот богач, пока был здесь, считал пророков и закон, и их наставления, басни и пустословием. А после того, как отошел туда, стал так уважать их увещания, что, сознавая, что сам уже не в состоянии получить никакой пользы от этого уважения. Просил патриарха послать кого-нибудь из ада с вестью к живущим на земле, боясь, чтобы и они не испытали некогда того же самого и, посмеявшись над Божественным Писанием, не стали уважать его тогда, когда уже не будет им никакой пользы от этого уважения. Между тем, этот богач не сделал ничего такого, что вы делаете. Правда, он не уделял из своего имения Лазарю, однако другим, которые хотели подавать, не препятствовал и не удерживал их, как вы теперь. И не этим одним вы превзошли его в жестокости, но еще и другим. Потому что как и не все равно самому ли не делать никакого добра или и другим желающим препятствовать делать его, так не все равно самому ли терпеть недостаток в телесной пище или и одержимому сильным голодом любомудрие препятствовать питаться от других. Таким образом, вы вдвойне превзошли того жестокого богача тем, что препятствуете другим утолять голод и тем, что оказываете такое бесчеловещее в то время, когда гибнет душа. Так поступали некогда и иудеи. Они запрещали апостолам говорить людям о том, что необходимо для спасения. А вы хуже поступали и их, как открытые враги, а вы, надев личину друзей, поступаете по-неприятельски. Они тогда били, поносили и бесславили святых апостолов, называя их чародеями и обманщиками. Зато и постигла их такая казнь, что никакое несчастье не может сравниться с их бедствиями, ибо они первые и одни из всех людей, живущих под солнцем, пострадали так, как никто другой. Достоверный свидетель этому Христос, который сказал, будет скорбь великой какой не было от создания мира до ныне и не будет. Пересказывать все эти страдания, их теперь не время пересказывать, но из многого немногое сказать необходимо. Впрочем, скажу не своими словами, но словами Иудея, который подробно описал их бедствия Иосиф славе, о войне иудейской. Книга 6, глава 3, 3, 5. Что же он говорит? Рассказав о сожжении храма и описав те необычайные бедствия, он говорит, что до храма он был в таком именно положении, а по городу валялось несчетное множество умирающих с голода и происходили невыразимые ужасы. В каждом доме, где только показывалась хотя тень пищи, была война. И самые близкие друзья дрались между собой, чтобы отнять друг у друга жалкие средства жизни. Не верили даже умирающим, что у них нет пищи. Но разбойники обыскивали и издыхающих, не притворяется ли кто умирающим, держал у себя за пазухой какую-либо пищу. Иные разину в рот от голода как бешеные псы блуждали и бегали туда и сюда толкаясь в двери подобно пьяным и с отчаяния вторгались в одни и те же дома по два и по три раза в один час. Нужда все отдавала зубам. Собирали и не гнушались есть даже то, что не годно даже для самых нечистых и бессловесных животных. Не отказывались наконец от поясов и башмаков. Сдирали со щитов кожи и жевали их. Пищей для них служили и клостья старого сена, а некоторые собирали помет и самую малую меру его продавали за четыре атика. Атическая драхма употреблявшаяся у евреев. Но зачем говорить о бесстыдстве голодных по отношению к вещам бездушным? Ухожу на такое действие и как о ком не повествуется ни у еленов ни у варваров, о котором сказать страшно и слушать невероятно. Что вы потомки наши не подумали, будто я выдумываю небывалое, я с удовольствием умолчал бы об этом несчастье, если бы у меня не было бесчисленного множества свидетелей из моих современников. С другой стороны, я оказал бы отчизне плохую услугу, опустив из рассказа то, что она потерпела на самом деле. Одна женщина из числа заяорданских жителей по имени Мария, дочь Элиазара из селения Вифезо, что значит дом из сопа, знатное по происхождению богатству, прибыв вместе с множеством других Иерусалим, подверглась осаде. Все имущество ее, какое она взяла с собой из Пиреи и принесла в город, разграбили те, которые захватили власть над городом, а остатки запасов и все, что заготовляла на себе в пищу, расхищали оруженосцы, которые ежедневно вторгались к ней. Сильное негодование владела женщиною, и она часто своей брани и проклятиями раздражала против себя грабителей, так как никто ни от гневания и жалости не убивал ее, и хотя она и старалась найти что-либо съестное в других местах, но нигде уже невозможно было найти, а голод терзал ее утробу и мозги, еще сильнее голода воспламенял ее гнев, что под влиянием раздражения и крайности она восстала на природу, и схватив свое дитя, у нее был грудный мальчик, сказала, несчастное дитя, для кого во время этой войны голода и возмущения я буду беречь себя, у римлян, если мы и будем жить, под их владычеством, ожидает нас рабство, этому рабству предшествует голод, а того и другого тяжелее бунтовщики, так будет для меня пищей, для бунтовщиков фуриейю, а для мира баснею, которую только и не достает в бедствиях иудеев, и с этими словами она убивает сына, потом, жарив его, половину съедает, а остальное скрыла и сберегла, вскоре пришли бунтовщики, ощутив необычайный запах, начали грозить, что тотчас убьют ее, если не покажут им, что она приготовила, а она, сказав, что сберегла для них прекрасную долю, показала остатки своего сына. Ужас и изумление тотчас объяли их, и они окаменели при этом зрелище. Это родное дитя мое, сказала она, это мое произведение, ешьте, и я уже ела. Не будьте нежнее женщины и жалостливее матери, если же вы богобоязливы и гнушаетесь моим приношением, то как я уже половину съела, так мне же пусть достанет все остальное. После этого они ушли, объятые трепетом, в этом одном отказавшись, робкими оказавшись, и только эту пищу уступив матери. Тотчас весь город исполнился негодование, и всякий, имея перед глазами такое страшное дело, ужасался, как будто бы сам был виновником его. Голодавшие желали смерти и назывались счастливыми тех, кто умер ранее, не слышав и не видев таких бедствий. Скоро разгласилось это страшное дело и у римлян. Один из них, одни не верили, другие жалели, большинство же еще сильнее возненавидело этот иудейский народ. 53. Такие гораздо еще больше тяжелые бедствия потерпели иудеи не только за то, что распяли Христа, но и за то, что их впоследствии препятствовали апостолам говорить, что нужно для нашего спасения. В этом обвинил их и блаженный Павел и предсказал им эти бедствия, сказав, постигнет их гнев до конца. Но как скажет это идет к нам? Мы не отклоняем от веры проповеди. А какая скажи мне польза от веры, когда нет жизни чистой? Но вы этого, может быть, не знаете, так как и все ваше незнакомо вам, все наше. Посему я приведу вам извлечение Христо вы, а вы рассмотрите, уже ли тогда в день суда вовсе не подвергнется суду жизнь, но определится наказание только за веру одну и догматы. Так Христос, зашедший на гору и увидев окружающий его во множестве народ, после других наставлений сказал, не всякий говорящий мне Господи Господи войдет в Царство Небесное, но творящий волю Отца Моего. И многие скажут мне в тот день, не от твоего ли имени пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем силы многие сотворили. И тогда скажу им, отойдите от меня делающие беззаконие, не знаю вас, далее, всякого, кто слушает и исполняет слов его, он уподобил глупому человеку, который строит дом на песке, и делает его удобо разрушимым от рек, дождей и ветров. И в другом месте, проповедуя, он говорит, как рыбаки извлекшие сеть выбрасывают вон худую рыбу, так будет и в тот день, когда ангелы взвернут в печь всех грешников. Также беседуя о развратных и нечистых людях, он сказал, что они отойдут туда, где червь неумирающий и огонь неугасающий. И еще царь, говорит он, сотворил брак сыну своему, и, видев человека, одетого не в брачную одежду, сказал ему друг, как ты вошел сюда, не имея брачной одежды? Он же молчал. Тогда внуком своим свяжите ему руки и ноги и бросьте его во тьму кромешную. Вот чем он угрожает людям развратным и распутным. А девы не впущенные в сердок жениха потерпели это за немилосердие и нечеловеколюбие. Да и другие опять за эту же самую вину пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Осуждается даже те, которые произносят пустые и праздные слова, ибо слов своих говорит оправдаешься и слов своих осудишься. Уже ли же тебе кажется, что напрасно мы боимся за жизнь и заботимся с великим усердием о нравственной части любомудрия? Не думаю. Разве скажешь, что я, что и Христос напрасно говорил все это и еще многое сверх этого? Не все здесь приведено. А если бы я не затруднялся написать длинное слово, то научил бы из пророков, из блаженного Павла и других апостолов, какое попечение Бог явил об этой части? Впрочем, считая достаточным и это, или лучше не только это, но и малую часть сказанного, потому что когда говорит Бог, то хотя бы он сказал однажды, должно принимать сказанное так, как бы оно было сказано многократно. 54. Что же скажут? Разве остающиеся дома не могут совершать те добродетели, неисполнение которых приносит такое наказание? Хотел бы и я не меньше, а гораздо больше вас и часто молил, чтобы миновалась надобность в монастырях, и такой бы настал добрый порядок в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Но так как все пошло вверх дном, и города, где судилища и законы, полны великого беззакония и неправды, а пустыня произвращает обильный плод любомудрия, то справедливость требует, чтобы вы винили не тех, которые желающих спастись и сторгают из этой бури и волнения и руководят тихой пристани, но тех, которые каждый город делает столь недоступным и непригодным для любомудрия, что желающие спастись принуждены бывают убегать в пустыне. Скажи мне, если бы кто в полночь, взяв спичу, зажег большой многолюдный дом, злоумышляя против спящих там, то кого мы называли бы злым? Того ли, кто будет спящих, будет и выводит их из этого дома? Или того, кто сначала подложит огонь и поставил в такую крайность как живущих в доме, так и выводящего их? Также, если бы кто увидел, что какой-либо город находится во власти тирана, поражен болезнью, волнуется мятежом, убедил кого из живущих в этом городе бежать на вершины гор, а убедивший вместе и помог бы им при этом удалении, то кого стал бы ты винить? Того ли, кто обуреваемых среди города людей перевел из этой гори в ту тишину? Или того, кто произвел такое кораблекрушение? И не думай, будто дела человеческие теперь в лучшем положении, нежели город, утесняемый тираном. Нет, он в положении гораздо более тяжелом, потому что не человек, а какой-то лукавый демон, захватив как свирепый тиран всю вселенную, вселился со всем своим воинством в человеческие души. Потом оттуда, как бы из какого кремля, ежедневно посылает всем нечестивое и злобное повеление, не браки только расторгает, не деньги приносит и уносит, не убийство несправедливое совершает. Но чтобы много тяжелее этого, душу, уже сопрягшуюся с Богом, отлучает от общения с ним, предает нечистым стражам своим и заставляет сообщаться с ними. А они, раз овладевши ею, обращаются с ней так гнусно и оскорбительно, как свойственно лукавым демонам, сильно и страстно желающим нашего позора и погибели. Сняв с нее все одежды добродетели, одев ее в рубище порочных страстей, грязные, изорванные и зловонные, которые позорят ее более чем нагота, и наполнив ее еще всякую свойственную им нечистотою, они непрестанно хвастаются наносимыми ей поруганиями и не знают никакой сытости в этом гнусном и непотребном обращении с нею, но как пьяницы, когда уже сильно напьются, тогда еще более разгорячаются, так и они тогда особенно неистовствуют и сильнее свирепей нападают на душу, когда наиболее повредят ей, поражая и уязвляя ее со всех сторон и вливая в нее свой яд и отстают не прежде, как когда приведут ее в одинаковое с собой состояние или увидят, что она уже отрешилась от тела. Какой же тирании, какого плена, какого возмущения, какого рабства, какой войны, какого кораблекрушения, какого голода, не бедственнее это состояние. Кто так жесток и суров, кто так слабоумен и бесчеловечен, так несострадателен и безжалостен, что не захочет душу, терпящую столько позора и вреда, освободить по мере сил своих от этого окаянного неистовства и насилия, но оставит ее страдания без внимания. Если же это свойство только жестокой и каменной душе свойственно, то как, скажи мне, мы отнесемся к тем, которые сверх такого невнимания делают еще другое, гораздо большее зло, которые людей, готовых броситься в самую средину опасностей, не отказывающихся вложить руки свои в самую пасть зверя, но решающихся вытерпеть и смрад, и опасность, чтобы вырвать уже поглощенные души из самых челюстей демона. Не только не хвалят и не одобряют, но еще гонят везде и преследуют. 56. Что же скажет кто-нибудь, разве все живущие в городах погибают и обуреваются и должны, оставив города безлюдными, переселиться в пустыне и жить на вершинах гор? Уже ли ты повелеваешь это и узаконяешь? Нет, напротив, я как раньше уже сказал и желал и молюсь, чтобы мы наслаждались таким миром и тирания этих зол была бы настолько разрушена, чтобы не только живущим в городах не было нужды удаляться но и обитающие в пустыне как долго скрывающиеся беглецы опять возвратились в свой город. Что мне делать? Боюсь, чтобы, стараясь возвратить их отчизни, вместо этого не отдать их в руки лукавых демонов и, желая избавить от пустыни и бегства, не лишить всякого любомудрения и спокойствия. Если же ты указанием на многочисленные живущие в городе, думаешь смутить и устрашить меня, предполагая, что я не решусь осудить на погибель всю вселенную, то я возьму излечение Христова и с Ним стану против этого возражения. И ты, конечно, не решишься на такое дерзкое дело, чтобы противоречить определению того, что будет тогда судить нас. Что же он говорит? Узкие врата и тесный путь, ведущий в жизнь, и мало кто находит его, кто обретает. Если же мало обретающих, то гораздо менее могущих пройти этот путь до конца. Не все же, кто вступил на начало, имели силы остаться на нем и до конца, но одни потонули в самом начале, другие в средине, а многие даже в самой пристани. И в другом месте он говорит, что много званых, но мало избранных. Если же Христос объявляет, что погибающих воля, спасение ограничивается немногими, то что споришь со мною? Думай заградить нам уста тем, что мы не посмеем осудить такое множество. Ты делаешь то же самое, как если бы при разговоре нашем о случившемся во времена Ноя стало зумляче. Уже ли все погибли, а только два или три человека избежали такого наказания? Но мы этим не убедимся и истине не предпочтем многолюдство. Потому что и нынешние дела нисколько немаловажнее тогдашних, но тем более преступны, что за них уже угрожают гиенную. И однако же зло не пресекается. Не пресекается. Скажи мне, кто не называл братом, глупцом брата, а это подвергает огню гиенскому? Кто не смотрел на женщину походливыми глазами? А это уже совершенное любодеяние. Любодей же неизбежно впадет в ту же гиенну. Кто не клялся? А это конечно от лукавого. А что от лукавого, то несомненно заслуживает наказание. Кто не завидовал когда-нибудь другу? А это делает нас худшими язычниками и мытарей. А что худшим их не избежать наказания, это для всякого очевидно. Кто совсем изгнал из сердца гнев и простил грехи всем против него пригрешившим? А чего что не простивший будет неизбежно предан мучением? Этому не станет противоречить никто из слышавших Христа. Кто не служит мамоне? А кто стал служить ей, тот необходимо уже отказался от служения Христу. отрекшись от этого необходимо отрекся и от собственного спасения. Кто не злословил тайно, а таких и ветхий завет повелевает убивать и лишать жизни. Чем же утешаемся мы в своем несчастном положении? Тем, что все как бы по уговору какому не взвинулись в бездну порока. Но это самое и есть важнейшее доказательство усиления болезни, когда нам доставляет утешение в несчастье и то, что должно быть причиной большей скорби. Многочисленность сообщников в грехах конечно не освобождает нас от виновности и наказания. Если же кто пришел уже в отчаяние отсказанную, тот пусть подождет немного и тогда впадет в большее отчаяние, когда мы скажем о гораздо более тяжком, например, о клятвопреступлениях. Поистине, если клясться делать дьявольское, то какому наказанию подвергнет нас преступление клятву? Если название брата глупцом навлекает гиенну, то чего не сделает опозореннее брата, часто ничем не обидевшего нас, бесчисленными поносными речами? Если одно злопамятование достойно наказания, то какого мучения заслуживает мстительность? Но теперь еще не время говорить об этом. Пусть сберегается оно для своего места. Не говоря о прочем того самого, что заставило нас вести настоящую речь, этого одного недостаточно для обличения злокачественной нынешней болезни. Подлинно, если не чувствовать своих беззаконий и грешить без всякой о том скорби, есть крайний предел порочности, то где поставить нам новых законодателей этого необычайного и нелепейшего закона, которое с большей дерзостью изгоняет учителей добродетели, нежели другие учителей порока, и желающих исправить порочных преследует сильнее, нежели согрешивших. А лучше сказать, этим не питает и не удовольствие, и никогда их не осуждают, а тех напротив рады были бы съесть. И только что не кричат и словами и делами своими, что надо крепко держаться порока и никогда не возвращать их добродетели, так что мы должны преследовать не только стремящихся к ней, но и осмеливающихся подать голос за нее.